Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Как и всегда, после выходных мы с вами возвращаемся к спекуляциям на финансовых рынках, следим за долгосрочными инвестиционными идеями, отслеживаем, как ведет себя доллар, как реагирует на тот геополитический фонд, который сложился. Вы все знаете, что самая актуальная тема – это именно торговое противостояние, которое сейчас осуществляется между США и Китаем. Плюс ко всему, судя по всему, Соединенные Штаты Америки решили окончательно испортить отношения не только с Китаем, но и со стратегическими партнерами, которым мы традиционно вносили в Европейский Союз. Мы следим за тем, как разворачиваются события и в контексте этих отношений, параллельно еще и ориентируемся на Канаду, потому что, как вы наверняка знаете, если не знаете, достаточно открыть сейчас динамику, посмотреть, оценить, проанализировать пары доллар-канадец. Вы лично убедитесь в том, что сейчас и есть причины, по которым канадский доллар проседает. Дело в том, что фактически с вчерашнего дня Канада ответила на те санкции, которые были приняты Соединенными Штатами Америки, хотя санкции – это не совсем верное слово. Лучше сказать, ответили на те торговые барьеры, которые были установлены. Не знаю, к чему это приведет, но по аналогии с Европейским Союзом, можно сказать то, что США не любят, когда огрызаются. Поэтому Соединенные Штаты Америки вполне возможно могут установить импортные пошлины на больший перечень товаров, и это приведет к еще большим проблемам с торговым балансом Канады. Для того, чтобы построить долгосрочную инвестиционную идею, вы должны точно понимать, к чему все это приведет и чем это все может закончиться. Я думаю, что, друзья, наша инвестидея, которой мы стали с вами руководствоваться еще в конце прошлой недели, это идея, основанная на том, что у канадца сейчас больше причин для того, чтобы чувствовать себя бодрее, скажем, чем неделю назад. Это все-таки и высокие цены на нефть, это и сильная статистика, которая была опубликована в конце прошлой недели. И я в связи с этим полагаю, надеюсь, что наша идея, после того, как мы с вами достигли профитного ориентира 1.33 и сделали ставку, что этот дуэт-актив может откатиться к отметке 1.30, она более чем состоятельна. Мы держим позиции, да, боязно немножко, потому что сейчас на азиатской сессии пара растет. Но все же я считаю, что в ближайшие дни трейдеры, которые спекулируют канадским долларом, хочешь не хочешь, но вернуться к идее о том, что сильные данные по темпам экономического роста и еще один из компонентов разгона инфляции могут отчасти повлиять на риторику канадского регулятора и снова позволить поспекулировать на идее потенциального ужесточения денежно-кредитной политики. Ну хорошо, к канадцу мы с вами еще вернемся. Давайте все же пробежимся по основным финансовым активам, которые составляют наши традиционные, являются нашей дорожной картой. Мы стараемся не упускать из вида ни один инструмент, который показывает интересные движения. Сразу хочу отметить, что сегодня в 11.30 у нас производственный сектор Англии, то есть если у нас выходит статистика по промышленному сектору, значит мы говорим, что начался новый период публикации данных по активности в различных секторах британской экономики, то есть следовало промпроизводства у нас будет строительство, а потом и сфера услуг. На основании этих отчетов мы с вами делаем выводы о том, в каком сейчас вакууме, скажем положительном, национальном, статистическом, либо отрицательном находится британская экономика. То, что она уже отчасти изолирована, это действительно так, потому что мы с вами следим за тем, как идет вот этот бракоразводный процесс по Брекзиту. Мы пытаемся понять, справится ли Англия одна без Европейского Союза. Но это уж совсем долгосрочная инвестиционная идея. Пока что я предлагаю обратить внимание на производственный сектор Англии. Сегодня, собственно, в 11.30 эти данные. Дальше будем ждать сферу услуг. И, как вы прекрасно понимаете, я думаю, что те, кто постоянно присутствует на брифингах, знают, что пока по британцу у нас только длинная оппозиция, потому что мы верим и в прогресс по Брекзиту. Мы понимаем то, что на фоне усилившейся торговой неопределенности и откровенных противоречий, которые сейчас имеют место быть в отношениях Соединенных Штатов Америки, скажем, с одной стороны, и далее всей мировой экономики с другой стороны. Я надеюсь, что внутри бывшего Единого Европейского Союза, частью которого была Англия, уже есть понимание, позиция того, что хотя бы между собой сейчас лучше не ссориться. И, соответственно, нужно попробовать прийти к общему знаменателю, нужно достигнуть компромисса, который позволил бы Англии на нормальных условиях покинуть Европейский Союз, сохранить, возможно, свое членство в рамках Таможенного Союза. Может быть, следовало бы заключить и дополнительное соглашение. Ну, в общем, жесткого Брекзита сейчас, конечно же, не нужно. Искренне я верил в то, что встреча в Брюсселе должна была привести к каким-то положительным последствиям. Я хотел получить какой-то сигнал того, что мы с вами поймем, на каком этапе сейчас переговоры находятся по Брекзиту, чтобы рассказать вам об этом. Но вот, собственно, встреча миновала, и по этому вопросу конкретики нет. Ну, хорошо, давайте тогда следить за статистикой. Не забывайте, что мы ждем с вами августовское заседание. Это заседание, когда британский регулятор будет пересматривать денежно-кредитную политику. Снова повторяюсь, друзья, то, что как ни крути, но Банк Англии нужно сейчас поднять вопрос о повышении ставок, потому что только рост ставок может способствовать укреплению курса национальной валюты, а только дорогая валюта повлияет на индекс потребительских цен и, в конце концов, снимет отчасти эту проблему расхождения зарплаты и инфляции. Поэтому я присматриваюсь к фунту только с точки зрения длинных позиций. Думаю, что многие из вас тоже находятся в покупках тех, кто еще не торгует. Рекомендую сделку Байлимит с отметки 1.31.20, этого счета даже на небольшую коррекцию, которая может сейчас пойти. Поднимем пару на более-менее приемлемых уровнях и снова будем верить в позитив по британцу. Скажем так, чаша наполовину полна, нежели чем пуста. Это, скажем, подход, может быть, чрезмерных оптимистов. Но в отношении фунта, пожалуй, я абсолютно уверен, что у этой валюты только лишь обычное будущее. Собственно, так же, как абсолютно уверен, что у рынка нефти будущее, которое предполагает ослабление. В 17.00 по московскому времени это активность АСМ в производственном секторе. И сразу этот отчет будет усилен еще и активностью в сфере услуг. Разбирая развитый рынок, экономику, которая относится к Соединенных Штатам Америки, конечно же, лучше всего обратить внимание на сферу услуг. Хотя мы, пожалуй, не будем разделять отчеты, потому что это не суть. Важно сейчас для Соединенных Штатов Америки каждый отчет имеет большое значение, потому что каждый релиз – это еще один шаг на пути более жесткой монетарной политики, которая проводится. Напоминаю, что в отношении Федрезерва мы с вами ждем два повышения процентной ставки и ждем, что эти действия найдут только один логичный отклик в поведении американца, придадут ему больше ускорения. Мы сейчас видим то, что пара доллар-иена восстанавливается. А, кстати, на этой неделе у нас очень важный отчет – это протоколы последнего заседания американского регулятора. Также на этой неделе День независимости в США, поэтому протоколы, которые мы с вами обычно разбираем в среду, в этот раз будут опубликованы в четверг. Ну, подождем. Уверен то, что риторика будет соответствующей жесткой, риторика, которая еще больше убедит тех, кто сомневается, потому что у Федрезерва только один исход – это проводить политику более высоких ставок федерального фондирования. И в связи с этим у доллара, который реагирует на, собственно, эту риторику, один вектор движения – это вверх. Пока что у нас нет тех новостных факторов, из-за которых мы сломя голову. Сейчас мыслись бы… Мы прошли пятница, которая традиционно отличается днем от витов Трампа, который будоражит все финансовые рынки. В этот раз все спокойно. В целом, никакого негатива. Я даже сейчас, когда переключимся на пару евро-доллар, позволю немного даже переметнуть часть трейдеров, которые ставят на то, что вот эта эскалация торгового конфликта будет только усиливаться. И попробую убедить в том, что не все так плохо. Есть еще надежды на то, что Трамп все же прислушается к своим советникам, осознает то, что будущее для мировой экономики, которое будет связано с полноценным торговым конфликтом, это, наверное, не лучший исход, которого сейчас стоит добиваться. Собственно, основные релизы у нас будут, как и всегда, ближе к концу недели. У нас есть с вами возможность участвовать каждый день на брифингах. Я буду держать вас в курсе. А теперь давайте чуть подробнее по отдельным активам, которых мы еще не касались. Нефтянка 79,54. Устойчивый. Рост просто непоколебимый. Все верят в то, что нефтянка будет переписывать многомесячные, многолетние максимумы. Сейчас будет 80 долларов за баррель. Потом уровень, который мы наблюдали уже много лет. Я такую позицию не разделяю, друзья. Хотя признаю, что локально, скажем, если посмотреть на те интересные события, случившиеся на прошлой неделе, локально, конечно же, есть причины, по которым нефть можно покупать. Это, я бы даже сказал, сейчас 4 можно причины выделить. Мы говорили с вами об опасениях, которые присутствуют на рынке. Опасения, связанные с потенциальным сокращением поддайта. Да, эта тема актуальна. Но если чуть покопаться в этой тематике, мы поймем, что не так, пожалуй, и велика угроза. Хотя я признаю, что Соединенные Штаты Америки действительно обещают ввести финансовые и экономические санкции в адрес всем государств, которые будут после 4 ноября по-прежнему работать с Ираном по покупке нефти. То есть, потреблять, покупать, собственно, их углеводороды. Я считаю, что в конце концов позиция стран, которые все же продолжают коммуницировать, сотрудничать с Ираном, останется неизменной. В любом случае США, как ни крути, но все же не могут диктовать свои условия всему рынку, всей мировой экономике. Это тот же самый Европейский Союз, валютный блок, все же не развивающаяся страна, а рынок, который имеет свое геополитическое влияние. И в конце концов, в связи с этим, можно рассчитывать то, что угроза сокращения поставок из Ирана, она, в конце концов, немного нивелирована. Еще один фактор – это падение ливийского экспорта. Признаю, я недооценил этот фон, ну, даже не очень копался, собственно, в статистике. Но вот сегодня утром наткнулся на интересную статью. Я не знаю, имеет ли она какое-то объективное основание под собой. Ну, вроде бы, как ливийский экспорт сейчас находится под более серьезной проблемой, угрозой, чем тот же самый экспорт из Ирана. Потому что в отношении Ирана, мы с вами говорили, при самом негативном сценарии, мировая экономика 100 тысяч баррелей в сутки, то в отношении Ливии говорят, что показатель может составить даже 800 тысяч. Тоже пока не стал бы делать большую ставку на этот фундамент, потому что ливийские конфликты, они прежде всего характеризуются тем, что очень быстро возникают и быстро сходят на нет. И, возможно, чрезмерный негатив и риск для рынка нефти, он уже был заложен в конце прошлой недели. Даже сейчас, на азиатской сессии, мы видим то, что котировки уже начинают отступать. Может быть, еще сказывается, конечно же, и важность вот этого психологического сопротивления в районе 80 долларов за баррель. Также хочу отметить, друзья, что у нас в эту среду классика. Это отчеты по изменению запасов нефти. Хотя могу ошибиться, все-таки, наверное, из-за дня независимости. И этот релиз тоже будет публикован на сутки позже, то есть в четверг. В общем, в среду или в четверг мы ждем статистику на прошлой неделе. Этот отчет повлиял на настроение покупателей, потому что запасы просели непросто. До каких-то многомесячных минимумов, фактически снижение запасов на 9,9 миллиона. Это цифру, которую мы не наблюдали, по-моему, даже с октября 2017 года. Статистика оказывает влияние на рынок нефти. Важно также отметить, что пока что новых локальных водных рынок нефти не обращают внимания на те договоренности, которые были достигнуты по итогам встречи ОПЕК. Про них ни в коем случае забывать не нужно, потому что это самый настоящий такой стержневой фактор будущих распродаж, потому что, как ни крути, но рост, который был согласован производства нефти на 1 миллион баррелей, этого достаточно, чтобы также на рынке появились опасения, которые в конце концов, так же, как и до 2014 года, в этом году, может быть, чуть позже, приведут к накоплению чрезмерных запасов, которые будут превосходить среднее значение за последние 5 лет. Это долгосрочный фактор слабости. Собственно, мы и строим в основном долгосрочные инвестиционные идеи. Поэтому по нефтянке, те, кто хочет рисковать на вот этом локальном позитиве для рынка нефти, рискуйте. Но имейте в виду, что вот эти вводные новостные факторы, они могут очень быстро сойти на нет, они могут потерять потенциал своего, потому что в основном они связаны не с каким-то конкретным действием, не с какой-то новой реальностью для рынка нефти. Это опасения, то есть ничем не подтвержденные. И стоит только новостному фону измениться, например, договориться в Ливии о возобновлении прежних поставок раз, стоит только внешней торговой организации чуть поднадовить на Соединенные Штаты Америки, отметив то, что подобное поведение абсолютно неподобающее. Тут же и торика может немного измениться. И мы можем в очередной раз убедиться в том, что производство нефти в США также продолжает расти. Кстати, в прошлую среду, как вы помните, статистику указала на то, что в Штатах добывается сейчас рекордный показатель 10,9 миллиона. Что ли, если добавить к этому еще 100-200 тысяч, чтобы вы понимали, то практически США догонят Россию и будут претендовать уже на место номер один по объемам поставок. Поэтому у нас очень много регионов, которые сейчас увеличивают производство, поэтому и риск в связи с этим расхождение спроса и предложения тоже уже начинает назревать. Я советую все же для долгосрочно ориентированных трейдеров ждать, пока котировки вернутся в район 74, после этого продавать. По рублю ситуация также не меняется. 63, чуть ниже мы сейчас находимся. Но в целом, повторяю, что довольно тревожная ситуация, потому что 63 за доллар, 63 рубля, когда котировки в районе 80. Да, это совсем печальная динамика, потому что стоит только нефти просесть. Я думаю, что каждый процент снижения котировок нефти будет стоить рублю в троекратном размере, то есть приводить к 2-3% девальвации. Можете посчитать, к чему приведет, к примеру, снижение цен на нефть снова ниже 75. Мы ждем рубль в районе 65. Я думаю, что это только начало. Но, опять же, это наша цель. Мы давно придерживались, ориентировались на нее. Сейчас мы очень близки к этому ориентиру, поэтому скоро мы сделаем ее, зафиксируем профит, а потом попробуем перезагрузить свое сознание в отношении того, что будет с рублем. Появится новая вводная, расскажу. Если нет, будем ставить на еще большее ослабление. По фунту отчасти я уже отметил, что больше склонен к позитивной, скажем, позиции, то есть позиции, предполагающие рост британца, длинный трейд, покупки. Почему? Потому что на прошлой неделе у нас вышли данные по экономическому росту. На самом деле статистика довольно неплохая. Даже прошлый месяц был пересмотрен до 1,3%. Я еще раз повторяю, что мы ждем неплохие данные, начиная с сегодняшнего дня. В основном ставка будет делаться на сферу услуг. Это отчет, который выйдет в среду. Чем лучше статистика, тем больше оснований для того, чтобы Банк Англии повышал процентные ставки. И вообще я считаю, что когда мы коснулись по паре фунт-доллар, поддержки чуть выше 1,30, это был психологический переломный момент, который, возможно, сломал нисходящий тренд. И сейчас оптимизм будет накапливаться, потому что мы также ждем еще поддержки не только от статистики, но и от политической темы касательно Брэнзита. Доллар японская и иена растем. Мы с вами ждали 111, друзья. Этот уровень был достигнут в соответствии с прогнозом. Оставим на еще большие цели, потому что у доллара все основания для дальнейшего роста присутствуют и имеются. Личные доходы, личные расходы. Тистик самый главный оппозитив пришел с базового индекса расходов на личное потребление, потому что этот показатель вырос и достиг максимального уровня с 2012 года. Напоминаю, что базовый индекс расходов на личное потребление – это важнейшие компоненты инфляции. Чем выше этот индекс, тем больше условий для роста инфляции, чем выше инфляция, тем больше, соответственно, уверенность Федрезерва в том, что ставки можно повышать. Я считаю, что мы абсолютно безошибочно можем сейчас ориентироваться, спекулировать на двух повышениях ставки – в сентябре и в декабре. Сентябрь все ближе. То есть когда-то до него было действительно далеко, но мы уже закрыли с вами июнь месяц, начали июль. Уверен, так же быстро пройдет и остаточная часть летнего сезона. Мы подберемся с вами к сентябрю. И в этом случае, когда доллар японской иена будет уже выше 112-113, я хочу, чтобы вы все уже к этому моменту можете, я вам говорил о тех условиях роста доллара, которые на рынке присутствуют. На этой неделе, помимо протоколов, следим еще за статистикой по рынку труда, ADP – частная оценка занятости в четверг, в пятницу – non-farm payroll. С пожеданием средняя почасовая зарплата составит 2,7%. Это очень много, это достаточно, более чем, для того, чтобы у американского регулятора появились дополнительные аргументы для дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики. В общем, сейчас я даже считаю глупо не ставить на рост американцев. Надеюсь, что вы в длинных позициях и полагаю, что статистика на этой неделе укрепит, собственно, вот это восходящее движение и усилит его. Сделку предлагаю для тех, кто, скажем, упустил прежние возможности, buy limit с отметки 110.30. Евро против доллара, индекс потребительских цен 2% с 1,9%, для кого-то эта статистика стала вдохновляющей, потому что инфляция раз выросла, значит, больше сигналов для Европейского центрального банка свернуть программу количественного смягчения. Рекомендую не торопиться с такими выводами, потому что базовая инфляция, которая не учитывает волатильные показатели на энергоносители и на продовольственные товары все же снизилась, поэтому нету вот действительно основного стержня для того, чтобы росла инфляция. Есть причины локальные, почему евро вырос, это следствие все же достигнутого прогресса по очень важному и спорному миграционному вопросу. Когда мы с вами на прошлой неделе готовились к саммиту ЕС в Брюсселе, я отмечал, что также одним из важных вопросов будет именно попытка найти общий язык по вот этому вопросу миграции, потому что в конце концов, если бы компромисс достигнуть не удалось, коалиционное правительство во главе с Меркель дало бы трещину, в принципе, это в конце концов привело бы к новым выборам. Сейчас вроде бы как этот риск уже не актуален, но я хочу отметить, что сегодня мы начали день, да и в целом неделе с распродаж евро, потому что появились новые политические вводные о том, что министр иностранных дел в Германии подал в отставку. Напомню, что это один из самых основных, ближайших соратников Меркель, то есть все-таки ее оппозиции не так прочны, как были раньше. Если эта отставка приведет к каким-то дополнительным кадровым перестановкам, нам все же придется вернуться к идее сохраняющегося и все еще актуального политического кризиса, который продолжается. По евро я еще все же напомню вам и последний комментарий господина Драке, который дал понять, что пока что рано еще железобетонное заявлять о том, что на рынке создаются все условия для выхода из программы количественного смягчения, потому что до сих пор не ясно, как будут обстоять дела в формате торгового сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Кто-то считает, что заявление Юнкера, главы Еврокомиссии, который в пятницу сообщил о том, что в ближайшие дни отправится в Вашингтон, чтобы договориться с американскими друзьями, это сигнал того, что торговый конфликт более не усилится. Я тоже не стал бы торопиться, поскольку переговоры с Соединенными Штатами Америки в последнее время ни к чему хорошему не приводили. То есть был какой-то позитив, вы помните, по аналогии с Китаем, когда тоже многосторонние договоренности, сделки и постоянные визиты одних к другим и других к первым. И в конце концов все закончилось тем, что Соединенные Штаты Америки ввели импортные пошлины на весь китайский экспорт. Это тогда, когда за несколько недель до этого нам заявляли, что договоренности практически достигнуты. Я считаю, что США на текущем этапе точно не откажутся от своей протекционистской позиции. Но может быть больше негатив уже учтен в цену. Для евро этот негатив остается актуальным. Я ни в коем случае не рекомендую вам покупать евро-доллар. Напротив, присматриваться нужно только к коротким позициям, к продажам, если раньше не продавали, сделка селл-стоп с отметки 1.1590 считаю, что нормальный уровень. Также еще хотел сказать пару слов про канадца, хотя мы начали брифинг с того, что происходит с этой валютной парой доллар-канадец. Темпы экономического роста превзошли ожидания, то есть лучше, чем прогнозировали многие. Важно отметить, что вырос индекс цен производителей. Это тоже одна из важных компонентов для инфляции. То есть чем выше инфляция, будет тем больше оснований для того, чтобы Банк Канады вернулся к росту процентных ставок. Поэтому я считаю, что мы какое-то время еще можем подержаться за идею роста канадца и потенциального снижения пары доллар-канадец к отметке 1.30. По австралийцу у нас чуть-чуть остается до цели. 0.73.75 сейчас котировки, цель у нас 0.73. Завтра решение по ставке, протоколы, сопровительное заявление. То есть на брифинге нам точно будет о чем поговорить по австралийцу. Но думаю, что начнем мы брифинг как раз с констатации того, что наша цель сделана. Я на это возлагаю большие надежды. Неделю назад точно такие же ожидания по новозеландцу были оправданы. Мы с вами достигли нашего профиля-ориентира и сейчас будет скидк ему и по австралийцу. Об этом уже поговорим завтра на брифинге, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. В прямом эфире через перископ достаточно поставить приложение на ваше мобильное устройство, найти наш канал, подключиться, настроить уведомления. Как только прямой эфир начнется, вы тут же вместе со мной окажетесь в прямом эфире. Если есть вопросы, вы их можете задавать. Но лучше их придержать уже до появления записи на канале на YouTube и там их опубликовать. Потому что там они, скажем, доступны большему количеству трейдеров нашего трейдерского сообщества и к обсуждению могут подключиться и другие заинтересованные лица. Большое спасибо тем, кто это делает, друзья. Ну, на этом давайте заканчивать. Хорошей вам торговой сессии, хорошей торговой недели. Не забывайте, что такой насыщенный фундамент, как и всегда, сопряжен с большими рисками. Поэтому моя настоятельная просьба и, можно сказать, пожелание – контролируйте риски. Это важно. Не забывайте про стоп-лоссы. Не забывайте про конкретные правила, с которыми вас знакомят менеджеры нашей компании по управлению риском менеджмента. Самый лучший подход – это не превышение загрузки депозитов в ключу выше, чем 1,10. На этом, собственно, все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok